Приветствую вас и данная формулировка, которую вы описали, с большей долгой вероятностью означает именно теплые чувства, потому что для влюбленности все-таки нужны какие-то более ласковые, более интимные, более личные уменьшительно рассказанные слова, которые бы показывали именно симпатию человека, то есть то, что он для вас, то, что вы для него значите. Соответственно, если этого не от человека, а делается просто общими фразами, это говорить о его теплых чувствах и не более того. В этой ситуации вам не рекомендуется излишне дешить себя надежными относительно именно влюбленности человека у вас, но при этом понимать, что на основе теплых чувств может появиться симпатия и влюбленности, и даже любовь. То есть, то, как вы себя ведете сейчас с человеком, вызывает у него теплые чувства, то есть позитив. Вот продолжать вести себя в таком же духе, и если у человека могут появиться к вам другие, более сильные чувства, они обязательно появятся. Тут важно не тратить события, не спешить, не давить на человека, и он обязательно раскроет с вами так, как для него возможно. Тут еще нужно понимать такую деталь, что вы давали человеку возможность быть собой, то есть давали человеку возможность именно предоставлять вам то, что он может предоставить, делиться с вами тем, чем он может делиться, и принимать это, принимать его таким, как он есть, а не ожидать, что он будет вам дарить то, чего хотите вы. Безусловно, это важно, безусловно, это нужно, но для того, чтобы получать от человека то, чего хотите вы, нужно, в первую очередь, для начала, ценить то, что человек может вам дарить. И вот уже потом, потом можно как-то корректировать его энергию, которую он на вас направляет, корректировать его поступки, направлять его, направлять человека в правильное для вас русло, чтобы он понимал, как лучше доставить удовольствие, как лучше сделать вас счастливым. Но это все будет лишь позже, когда уже будут какие-то отношения. А пока, пока вот все обстоит именно так. На этом можно закончить, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу вам. А если вам понравился мой ответ, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока желаю вам всего-всего доброго и удачи!